Всем привет! Сегодня суббота, 17 апреля. У нас с Лёшей сегодня день забот, мы ездим по магазинам, и поэтому я решила вас взять с нами за компанию. Начался день с того, что я заехала в библиотеку, забрала книгу по стоматологии. Кирф ногами показала, как Парис Хилтон. Значит, сейчас мы едем в Хурнбах. Нам наконец-то пришел наш постер в рамке. То есть мы постер купили года два назад в Копенгагене, и никак не могли его довести до ума, купить рамку. В общем, тут созрели, заказали, ждали недели три. Сегодня получили сообщение с утра, что можно забрать. Вот едем забирать. Потом мы поедем в Икею. На балконе умер кипарис, поэтому решила я, что надо заменить его на какое-то другое растение. Я посмотрела, у нас у входа, у подъезда стоит оливковое дерево, купленное в Икеа. И оно спокойно вообще пережило зиму, поэтому думаю сделать выбор в пользу этого дерева. Ну, в общем, заеду в Икею, посмотрим. Потом мы поедем в Ульриксдальслот, просто погулять, там очень красиво, там есть картинная оранжерея. Какая картинная? Там есть цветочная оранжерея, очень красивое место, есть кафе с вкусной выпечкой. То есть мы так погуляем, немножко почилим там, и поедем в продуктовый магазин. Возьму вас с собой, посмотрим, какие цены, какие продукты. И, в общем, вот такой план на сегодня. Хорнбах – это вообще большой строительный магазин, но здесь есть отдел с рамками. Офигенный плакат. Ну, не знаю, я не знаю, почему мы его купили. У нас были грандиозные идеи повесить прямо напротив двери, поставить под ним трон напротив входной двери, что якобы мы такие не очень гостеприимные хозяева. Но теперь у меня всё это под большим сомнением, конечно. Ну, в общем, вот так. Ну, посмотрим? Да. Мы вспомнили ещё один момент, который мы сегодня хотели сделать – это посмотреть настольную лампу. Мы хотим заменить настольную лампу, потому что Лёша постепенно обустраивает себе рабочее место дома, и лампа нам теперь не подходит, которая у нас есть. И вот мы заехали в Эль Стор, называется, в центре города. Посмотрим, что они предлагают, и закажем по интернету. Вот эти красивые лампы, но они подходят нам. Мы хотели на прищепке для стола. Ну, в общем, пустая трата времени. Заплатили за парковку одну крону, а ничего не нашли. Ну, будем заказывать через интернет. Мы уже, на самом деле, присмотрели себе несколько вариантов. Думали, что в этом магазине будет что-то, на что мы можем положить глаз. Но, к сожалению, ничего не было. Ну, что, дальше мы едем в Икею на фоне нашей картины. Встретимся там. Мы тут давным-давно не были, это Икея. И они сделали уличную мебель и Кеннебля снаружи. То есть, можно не заходить, в принципе, в Икею. Я думаю, что там, ну, судя по всему, я вижу, и цветы могут быть. Так что мы зайдем сначала туда, а потом пойдем в само здание по необходимости. Ну, на самом деле, растений здесь и нет. Искусственные только стоят. В Икею, к сожалению, очередь. Вроде она быстро двигается. Пока стоишь в очереди, можно привиться от клещевого энцефалита. Очередь двигается быстро. Ну, это, конечно, все ограничения в связи с короной. Написано, что желательно, чтобы ты был один, когда делаешь покупки. Но я не могу оставить своего мужа. Как мы будем, как я буду одна выбирать цветок на балкон, например. Это непонятные, это непонятные. А нашего нет? А нашего очень давно вышла. Нам надо, мы хотим поменять чехлы на нашем диване Валентина. Вот этот ничего такой. Мне кажется, наверное, что подойдет. Ну, он такой терракотовый. Терракотовый. Может, может и подойдет. Надо подумать. У Леши есть мечта сделать себе кабинет и обставить этот кабинет. Да, в этом кабинете сделать библиотеку и обставить там все шкафами Билли. Ну, мне кажется, черные красивые для большого помещения. Если будет большое помещение. Вот красная ты, наверное, пройти, говорил. Эту серию выпустили. И ее разобрали все в очень короткий промежуток времени. Нам очень нравится вот эта кухня. Осталось купить квартиру, в которой поместится островок. И цвет, в принципе, красивый. Очень хочется с таким столом. Сейчас покажу, издалека пройдут посетители. Как-то, не знаю, мне кажется, очень уютно, когда огромный стол. Островок. Круто смотрится. Очень миленький будильничек можно найти. Вот эта новинка. Мне про нее присылали, кстати, посты из Инстаграма. Это покрывало такое для пикника. Подушка. То есть, он, в принципе, как подушка выглядит. Но можно накинуть на себя от холода. Развернуть все это. Ну, в общем, не знаю, насколько полезная вещь. Так-то есть обычное покрывало, которое можно брать с собой тоже на пикник. Что мы нашли, это водонепроницаемые сумочки. Мы давно хотели, мы в этом году хотим начать на кайке гонять, хотим затестить. И была проблема в прошлом году, что мы не могли найти сумку. Они стоили все очень дорого. Ну, то есть, вот такие же спортивные паразины стоят где-то 300 рон. Да, 30 евро. А здесь стоят в два раза дешевле. В два раза? В три. В три. В три, в три. Все, я поняла. В три раза дешевле. Меня немножко перепутало. Оливковое дерево вот так выглядит. А у нас у дома растет вот это. И оно очень морозоустойчивое. Ну, как бы оно пережило, по крайней мере, вот эту зиму, что наш кипарис не сделал. Поэтому, я думаю, мы возьмем его. Называется Крената Илекс. Еще взяли тюльпанчики. Они, кстати, очень живучие в Икеа. Ну, что, наш следующий пункт назначения Ико-Макси. Это продуктовый магазин. Уже, на самом деле, порядочно подзаколебались. Кажется, что съездили там в два магазина. В три. А в итоге провели, потратили очень много времени на все это. На очереди. Уже сейчас практически три часа. И, как бы, сил уже что-то нет. Ни на что. Колесо. Колесо. Вы пьяны. В общем, у нас мы используем health scanning. То есть, это самостоятельное сканирование. Надо в карту магазина зачекать. И вот наш... Не знаю, как называется эта штука. Сканер. Сканер, да. Все. Поехали в магазин. Здесь на входе... У нас тут многоразовые пакетники. Да. Мы бережем проводу. Да. А здесь на входе... Здесь цветочный такой. Но цены, на самом деле, дороже, чем в Икеа. Поэтому мы обычно, если вот какие-то цветы, там, орхидеи, например, то лучше в Икеа, наверное, покупать. Они нам порядок там дешевле будут. Здесь аптека внутри. Начинаем с шампуни. Вот это вот самая любимая серия. Это самые классные шампуни израильские. Вот кто местные, имейте в виду. Мы вот этот, конечно, покупаем. Есть только в Хегбике. Есть в Хегбике. Ну, может, можно заказать для Икеа. Может, в другом можно заказать. Да. Вот этот шампунь однажды закончился, и я им написала письмо о том, что меня очень печалит тот факт, что я не могу купить этот шампунь. Мне, конечно, написали, вам лучше позвонить. Не знаю, совпадение или нет, но через неделю эти шампуни появились в продаже. В общем, вот такой момент. Цены 31,90. Просто, если хотите узнать, сколько это стоит в евро, в долларах, на 10 просто делите. То есть, ну, 3 евро. Ну да. Это была жидкость, омывайка. Здесь кухонная утварь. Кстати, очень хорошие бренды есть. Известные. Можно найти Джеймс Оливер. Да? Потом еще, как его называют этот, который... Горячая кухня. Джимми Оливер и горячая эта кухня-то. Как она? Ну, короче, все модные там, наверное. Да. Вот, например, Бри стоит 20 крон 200 грамм. То есть, это где-то 160 рублей, наверное, по нынешнему курсу. Мы всегда покупаем... Заходим в отдел Свеги. Очень вкусные вот эти вот шницели. Почему-то очень нравятся. 24. Где-то 100-140 рублей. Ну, давай. Мы решили сделать суп из креветок. 12,5 рублей. Давай. Давай. Хорошо. Укроп где-то 13 крон, если он стоит... 100 рублей. 100 рублей, да? Маленькая упаковка. И репчатый лук. Эка. Его надо взвешивать. На этой кухне? Да. Килограмм 49 крон. Вот. А я пошла искать кориандр. Кориандр... Такая... Горшочек. Стоит где-то 160 рублей. Брокколи. Две штуки. Тоже где-то 170 рублей. Так, а брокколи надо? Мне не надо. Вы не хочешь? Дыня. Пожалуйста. 160 рублей за килограмм. А поехали за творогом. Огурцы. Два огурца. 25 крон. Ну, это тоже где-то 170 рублей. Мне почему-то кажется, что сейчас в России примерно такие же цены. Ну, я тоже не могу сказать. Надо спросить. Горша всегда берет этот протеиновый творог. Упаковка полкило стоит где-то 130-140 рублей. А мне нравится кеса. Я не очень люблю творог вообще, в принципе. Но вот этот могу есть. Классный. Это такой зерновой. Крупный зерновой творог. Нам нужны яйца. Десяток яиц. Нет, ну, сколько здесь? 12 яиц. Эль. Большие. Стоят 240 рублей. У нас есть ап этого магазина. И можно папу посмотреть, какие предложения есть в этом магазине. Для нас специальные. Потому что мы как бы... Члены клуба. Да, члены клуба. Вот. И здесь можно все найти. Иногда даже бесплатные товары есть. Например, на прошлой неделе бесплатный товар был гель для душа. Иногда цветы в горшках. То есть, ну, надо мониторить. В общем, вот так. Теперь дальше по молоку. Один литр молока где-то стоит 90 рублей. Я, в общем, умножаю на 8. Имейте в виду. То есть... Не на 8. Молока. Вот, смотри, здесь 12 крон. Там полтора. Полтора. Полтора, где-то, наверное, сотка. Ну, это опять-таки зависит от молока. Это где-то экологичное, либо подороже. Это где-то 150, наверное. В общем, полтора литра молока стоит... Вот есть обычного, простого молока. Оно вкусное. Но будет стоить где-то около 90. 90 рублей. Ну вот. Обычный черный хлеб стоит 15 крон на 8 умножаем. Это тоже 90 где-то? Ну, 120. О, 120 даже. Ну, в общем, хлеб стоит 120. Это один из самых простых, наверное. Ну, в общем, он стоит где-то... Ну, вот если наверху смотреть, то... Ну, это в два раза больше. Так, а белый? Белый, это я вот такой люблю. Ну, где-то 160. Фактически, вот смотрите, ну, что мы купили? Мы купили ягоды, хлеб там, ну, не особо много, да? Корзина у нас... 4,8, 5,000. 6,27. 5,000? Ну, окей, а круглый до 6,100 умножь на 8. 4,8. 4,8. Ну, в общем, вот так. Ну, в этот раз, ну, правда, ничего не купили. Ну, у нас в целом мы закупаемся один раз в неделю. На тысячу. И... Ну, не на тысячу, мы на 700 закупаемся. Знаешь, что интересно? То, что не покупая мясо, мы при этом покупаем овощи в большем количестве, чем раньше. И, как бы, овощи и фрукты стоят вообще недешево. Ну, поэтому это так. Какие новости? Мы, наконец-то, доехали до слота. Да, посмотрите, как здесь много людей. Просто какая-то бесконечная парковка. Всегда много людей. Да, здесь, правда, всегда много людей. Надо приезжать либо в будни, если... То есть мы сейчас зайдем в цветочную оранжереве, и, конечно... Мега очереди. Тоже верно. И в кафе там даже нет надежды сесть, потому что там обычно огромная очередь стоит. Но, на самом деле, здесь в метрах так 300 есть другое отличное кафе. Я не знаю, я даже хочу кофе или нет, потому что мы уже попили. Ну, пойдем посмотрим оранжерею. Ну, пойдемте в оранжерею, да. Дред Горден. Слот с Дред Горден у Лрикстали. И выглядит он вот так. Счастье-то какое. Ищи-то, а у них теперь есть вице, 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 короче. Ммм, как вкусно пахнет уже чем-то цитрусовым цветущим. Ну, сейчас посмотрим. Может, посмотрите, видите, тут выносят все коробки с цветами для своих балконов, дач. Но здесь, правда, здесь можно найти очень много прикольных вещей. Зимой у них нет, конечно, вот этой уличной территории. Все внутри. А сейчас они уже открыли. Можно посмотреть на растения. Ну, в принципе, сейчас самое время для рассады. Ну, да. И на дачу все тащат. Середина, конец апреля, конечно. Все откапывают. Ну, май тоже. Вот я думала, такие же цветочки посадить. На балконе. Вот, вот. Видишь, везде вот эти теперь продаются. Но это другое. Это тоже самое. Абсолютно то же самое. Ну, петро. Здесь, да, ликея 189. А я вообще купила лаванду. Сюрпрайз. Ехала за... Ехала, сто процентов знала, какую я куплю. А в итоге захотела лаванду. Но я вам потом покажу, как это будет выглядеть. Боже, какая красота. Вы только посмотрите. В общем, мы решили, что мы посадим в этом году на балконе. Несмотря на то, что у нас там пепелище, попробуем высадить какие-нибудь уличные цветы. Я вам говорю, здесь просто цветочный рай. Взяли пока три. Вот я вам говорила, что нам вроде ничего не надо было. Но в итоге из этого магазина нельзя уйти. Ты отсюда ходишь либо с вазочкой, либо с каким-то горшочком всегда. Чтобы вы понимали, сзади у нас идут люди в босоножках. Погода. Мы почему-то подумали, что будет холодно, оделись тепло. А в итоге на улице 15 градусов. И как бы... Это там еще ветра нет. Да. И просто бомба. Чувствуется уже такое весенне-летнее настроение. Мы вышли из магазина, вышли с цветами. Думаем о том, что нам надо тогда заехать в другой магазин, купить горшки под эти цветы, чтобы высадить на балконе. Но сначала мы зайдем в кафе. Леша перекусит, потому что иначе он становится... станет очень злым. Поэтому нельзя допускать того, чтобы в нем просыпался Халк. Пойдем перекусим. А как здесь выглядит парк? Сейчас я вам покажу. Здесь очень фотогенично. И сюда надо приезжать в любое время года, фотографироваться. И, собственно говоря, фотографы это знают. Здесь очень часто проводятся фотосессии. Конечно, самое красивое время, наверное, это осень. Здесь листья кленовые, всех цветов. В общем, смотрите. Здесь такая кафеха с такими бутербродами. Это салями и... Что там еще? И брин. Выбирали такой бутерброд. А так вообще выбор большой, богатый и очень-очень-очень вкусно. Ну что, последний рывок. Опять мы приехали в Фурнбах. Это тот магазин, в котором мы сегодня покупали с утра рамку. Выбирали. Сейчас заберем горшки для цветов. И все, и домой. Ну что, нам нужен вот какой-то такой горшок. Леш, а вот нам что надо. Смотри. Может, что-нибудь такое? Ладно. В общем, мы что-то выберем. Потом покажу, как это будет выглядеть у нас на балконе. Получилось в итоге вот так. Купила я лаванду. Посмотрим, как она будет жить тут на балконе этим летом. Ну, по крайней мере, знаете, выглядит как-то красиво по-летнему. И вот небольшая клумба с цветами. Мы решили, что, наверное, прикупим еще одну. И поставим вот сюда вот. Мне кажется, очень красиво. Субтитры сделал DimaTorzok. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»